Липецкая трубная компания «Свободный сокол» основана в 1900 году. Производит трубы из высокопрочного чугуна для систем водоснабжения. Число сотрудников 1680 человек. Средний возраст сотрудников 40 лет. Средняя зарплата 30 тысяч рублей. Эксперимент с КАМАЗом, который наезжает на чугунную трубу сотку, то есть диаметром 100 мм, проводят для всех заказчиков Липецкого завода «Свободный сокол». Конечно, обычная чугунная труба рассыпалась бы под колесами 10-тонного грузовика, но это из особого чугуна в его состав входит так называемый шаровидный графит, который и придает сплаву такую прочность. Был вот не так давно случай, когда один из заказчиков приехал, увидел все это, он говорит, ну да, меня как бы это, наверное, впечатляет, но у меня другое задание. То есть мне директор сказал прямо, то есть возьмешь кувалду, ударишь по трубе, и тогда, как бы, если все целое, все, мы тогда, как бы, начинаем работать. Ну, постучал, пока не устал, и все. А это бесполезно, это потому что шаровый чугун, хоть бы он чем бы молотил, хоть катком, он бы все равно не разбил. Подход того заказчика взяли на вооружение, теперь рабочий завода Виктор Викторов молотит кувалдой по готовым трубам, чтобы убедить клиентов в качестве продукции. Тяжело это? Ну, не очень приятно, конечно, тяжело. А чтобы усилить эффект, Виктор кладет и обочиную трубу из так называемого серого чугуна, бьет так, что даже маска слетает. Со второго удара труба раскалывается. Серый чугун и шаровидный чугун, это две разные вещи. Для стороннего наблюдателя производство чугуна – процесс совсем не будничный. На каждом этапе он сопровождается такими праздничными искрами – корольками, которые пляшут, когда разогретый до полутора тысяч градусов сплав переливают в котел. Искры бегут и на стадии модификации, когда в котел опускают проволоку с магниевым наполнителем. В этот момент чугун и превращается в высокопрочный. Производства автоматизированное, рабочих в чугунолитейном практически нет. Намного больше их в цехе готовой продукции, откуда трубы отправляют заказчикам. В Москву везут, да? В Москву везут, да, трубы. Водопровод чинить будут? Ну, прокладывают и для починки водопровода, и для новых прокладки труб для водопроводов. Большая часть продукции уходит в Москву и Петербург. Города, чьи многокилометровые водопроводные сети проложены именно из чугунных труб. В Петербурге сегодня успешно эксплуатируется 160 километров чугунных труб до революционной закладки. Как ни парадоксально. И до сих пор? До сих пор успешно эксплуатируется. Директор завода Игорь Ефремов вручается, что липецкие трубы пролежат еще дольше. А вот покрытие у этих труб, такое вот синее, это что такое? Это эпоксидное покрытие. Для чего? Гарантирует, все-таки какой бы ни был чугун, но он, как и любой металл, подвержен коррозии блуждающих токов. Мы боимся блуждающих тоже токов. И для того, чтобы не заморачиваться с различными дополнительными защитами, что весьма дорогостоящий, в Европе был разработан стандарт. Сначала покрываются трубы алюбацинком, а затем уже непосредственно эпоксидной смолой. Основной конкурент чугуна – дешевый пластик, ведь про сплав уже давно сложилась поговорка – дорогой, как чугунный мост. Впрочем, верна она лишь отчасти. Если речь идет, например, о трубах малого диаметра, выгоднее брать, конечно, пластиковые. А вот трубы большого диаметра, что чугунные, что пластиковые, уже стоят практически одинаково. Только вот чугунные все-таки крепче.